Только на этой неделе Ты увидишь настоящее Айкидо Ты увидишь неизвестное Айкидо И ты оценишь шестой дан Айкидо Это будет грандиозный батл Этого мы и боимся И не говорите, что мы вас не предупреждали С чего я вдруг решил заняться этим видео Дальше пойдет речь о французском Айкидо Скажите, вы любите французов? Лягушатиков? Да, обожаю Хотите поехать во Францию? Ну нет, шо уволить У меня появился на канале некий комментатор Который решил посчитаться, потягаться со мной В ответ на мои слова, что я ученик Ученик ученика ученика, который обучался у У самого Кесамару Уисиба И человек решил сказать, что он В таком случае имеет такое же приблизительное образование Поскольку он обучался у ученика Женщины Француженки Ученика, который обучался у Кесамару Уисиба И там была еще одна фраза по поводу того, что Кесамару Уисиба нифига не очень хорошую Айкидо показывала Считала эта женщина И мне стало интересно Может быть, действительно, там что-то есть какой-то уровень Которого я не замечал Потому что мы все, в принципе, видели этот французский уровень Помните? Он такой Он такой всегда очень округлый И очень похожий на Айкидо Дело в том, что вы знаете мое отношение к Айкидо Вы знаете, что лучше Айкидо Мое мнение, что лучше Айкидо это Айкильзюцу Но здесь вот есть нюансы Когда нам пытаются объяснить Что мы здесь занимаемся не для того, чтобы кому-то морду бить А для того, чтобы познать, постигнуть само Айкидо И вы смиряетесь Вы терпите любую хуйню В принципе, этих людей я понимаю прекрасно Но поверьте Те люди, которые занимаются этим Айкидо Есть гораздо более реалистичные техники С точно таким же движком С точно таким же функцией С точно таким же удовольствием от занятий Эти техники не имеют ничего общего с Айкидо Что вы говорите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну так вот Что я хотел показать Я зашел и посмотрел Есть такая школа То есть где занимается этот человек Который решил здесь отметиться Это зал Как я Насколько я правильно понял Из французских иероглифов Для меня ближе к корейски Что это зал Некого Доджо Паскаля Норбели Бени Бени Какой это Бени Не знаю Ну короче, видно это Франция Франция или Бельгия, украиня Народ там занимается очень много Давайте начнем С товарища Паскаля Душона Душон Душон Шестой таймон Айкидо Посмотрите Правда на первых парах кажется достаточным Убедительным Он выходит более-менее правильно Он двигается практически до самого конца То есть он фиксирует, выравнивает локти Посмотрите дальше Это все на маленькой скорости Я немножко промотаю вперед Потому что там много очень трепает Естественно по-французски я не понимаю Где-то на второй минуте начинается все это Обратите внимание Где у него огрехи То есть их сначала незаметно То есть он практически проявляет их в разных местах Проявляет провалы Запрокидывание корпуса Видели? То есть прогиб идет Но вот задняя нога уже в нерабочем положении Потом он начинает вроде работать До этого он тоже делал Он дал возможность пройти Потом довернул Вывернул в обратном направлении То есть человек прошел А потом как бы противоход Нет Тоже в принципе Это техника довольно-таки специфическая То есть это подстава такая То есть так человек никогда в жизни Не пойдет То есть в принципе Они занимаются чем-то подобием танцев То есть из разряда Что один как пластилин В руках воятеля, скульптора Мастера Мастера айкидо французского Мастера айкидо французского Мастера айкидо французского Все техники, которые они показывают Обратите внимание Очень малая Очень малая поворачиваемость Удар даже сверху Перехватывается И потом Его силовым приемом руками Вот так вот гнут Это в неудобном положении То есть такого быть не должно Это в принципе не рабочие техники Это работает только на поддавках Кстати, он часто, очень охотно, очень часто Демонстрирует техники на женщинах Связано с тем, что, во-первых, женщины Не сопротивляются И очень пластично Это удобно Ну вот И вы смиряетесь Вы терпите любую хуйню Опять Обратите внимание Подсад В нерабочем положении Сработал То есть Все его техники Идут не на Правильность выполнения Когда работает все тело А все его техники Идут из разряда То есть он работает практически кистями Он такой Как бы нехотя И еще Он очень часто Нивелирует свои огрехи Нелегкой такой Вальяжной Вальяжностью Машина олицетворяет Францию Она несокрушима Он делает А потом пускает Не доделывая техники Почему? Потому что В тот момент Если бы он бы доделал бы эту технику То вот этот провал был бы виден Вот опять Потеря Сейф Энеджи Была бы видна То есть ему пришлось бы Перевел Да Перехватил И Все То есть дальше Ему придется Переходить Делать новые движения Но опять же С поддавками Это не так сложно Рубашку снимать? Как раз рубашка Не обязательно Ложитесь на живот Видите? Видите? Вот она Даже женщина перевернулась Легла на бок Это будет классическая ситуация Вот в этом случае Как он делает Когда он тащит ее вперед Она переворачивается Вокруг оси Мне честно говоря Это очень сильно напоминает Секту Когда люди Собираются Да И делают друг другу Приятное По интересам Раздевайтесь И ложитесь И получайте удовольствие Этот человек знает Что говорит? Делает вид Что они верят Во все это Но Это все Вот именно Выглядит сектой Но никак не Техникой У нас убеждения У нас убеждения Какие такие убеждения? Мы верим в Господа нашего Говинду А он нам в людей Стрелять не велит Все Вы нам подходите И Говинда ваша Ничего Жидковата Но ничего Хочу обратить внимание Сейчас на вот этот перехват Еще раз его посмотрю Еще раз Вот он показывает Раз, два Вы заметили Что не так в этом перехвате Вот на 358 Я остановился Что не так в этом перехвате Захват за одну руку Накладывается другая Снимается Одной рукой Это свободная И ей перехватывается Вроде все красиво Кроме одного Противник У которого руку скинули Оставляет эту руку Для того чтобы ее перехватили Все Теперь они все так делают Видите Вот это бабушка Да И так же делаем Видите Невыведенный локоть Согнутый В него упирается На 4.11 Это женщина Которая демонстрирует Тут люди вообще не ходят Все делает сам противник Но они все очень довольны Тем что они занимаются Видите У них всех хакамы Я так понимаю Все черные пояса А что Это такое Как бы занятие Ради занятия То есть я даже не знаю Как это Называть Да Вот он сейчас дернул Но все то же самое Абсолютно Нерабочая ситуация Абсолютно Нерабочая рука Согнутая Абсолютную руку Он дергает То есть вообще Это все Выглядит Настоящим В самом начале Но потом Начинается Просто вакханалие Отсутствие техник Пенебрежение Техниками Вот все удивляются На чудо-реко Да Что они все поддаются И все падают Вот это вот Вот Зал Наполнен людьми Которые Все готовы Поддаваться Честно говоря Странное ощущение Ощущение такое Что люди Собрались заниматься Не Айкидо Не Какими-то Боевыми искусствами Не единоборствами Да А поваляться С другой стороны Рабочие ли эти все техники Я думаю Что вы Не хуже меня знаете Что да Другое дело Что Из них сделали Вот такой вот балет Такой очень странный балет Все Все техники Только выглядит Что их делают По-настоящему Они даже не выводят Их на технике Не докручивают Когда берется Делается рукой А потом он подается В заднюю руку Да Ну вот Человек типа улетает Это все не рабочие техники Все совершенно по-другому делается Да Переворачивается за шею И за руку Так чтобы рука заходила На толчок Видите рывки Видите все переходы Ну тут понятно Тут все ученики Не очень высокого уровня Посмотрите Как их много И как они довольны Перейдем к другому Из этой же серии Это все Опять же Та же самая школа Вот этого Паскаля Норбелли Ну вот Шестой дан Эксперт Федерации Судя по всему Вот это ФФФАААА Профессор Айтидо Бонивиль Наверное Вот Вот Это вообще Полный пипец Ладно Давайте перейдем Сразу на Мастера Мария Мария Сейе Ну и здесь Ребят Из всего Из всей правильной техники Только одно Спину правильно держит Вот Когда он делает Техники В техниках Не учитывается то Что должно работать Тело А не руки Делает он руками Видите Переводит руками Ведь это же мастер Блин Шестой дан Ну Я Наверное Все таки Не буду Дальше смотреть Этого Мастера В кавычках Потому что Конечно Этот мастер Вообще показывает Какие то трюки Это даже не техники Давайте перейдем На следующего Тоже Шестой дан Айкидо Из того же Доджа Паскаля Норбелли 11 апреля 2017 года Совсем свежая Визит Паскаля Гюрли Минь Как читаешь По образу Я не знаю Главным образом Мне очень нравится Как они ходят Ходят они Таким чувством Собственного достоинства Это типичные мастера Они выглядят Как мастера Они ходят Как мастера Они одеты Как мастера У них Решительные взгляды У них Уверенные жесты Руки в боке То есть Гордость Чувствуется В каждом движении Редактор субтитров Здесь В этих Во всех движениях Очень интересная Тема Он Вперед Перехватывает Типа наносит удар Идет в одну сторону Потом Перекладывает в другую сторону Делает другую технику То есть В принципе Видно Что Человек Для того Чтобы это произошло Человек должен Делать все время Вот так Перед его лицом Причем Не взирая на то Что он Руку отбивает Насколько Высоки Шансы Что люди Будут Так себя Вести Я думаю Они равны Нулю Потом Он делает Движение И бросает На полпути Почему Потому что Техники Тоже не получится А Его партнер Доделает все Сам Вообще Я смотрю Основная черта Этого зала Паскаля Энер Белли Опа вот вот этот момент я я не вдаюсь подробности то что это не реалистичная техника давайте об этом забудем вот этот удар да он идет отсюда сейчас еще разок я посмотрю для себя чтобы не ошибиться удар идет сюда он он за ним следует он за ним следует и сбивает его в сторону насколько это реалистичная опять же техника случае если противник так бьет ладонью шансы достаточно высоки но если он бьет мечом как они говорят то шансы становятся равными нулю то есть в принципе если вам наносит удар отсюда в шею продолжать движение мимо своей физиономии до мимо своего своего горла мечом это довольно-таки странно более того раз-два где здесь принцип айкидо вот эти вот переборы это вообще не айкидо айкидо было бы если бы он бы протащил бы и провел то есть все вот эти движения да это айкидо вот это вот которая идет бам-бам это не айкидо я вообще не знаю что это такое какая-то смесь с элементами венчуна все все что сейчас на видео происходит да я у меня полное ощущение что я сейчас наблюдаю за вялой игрой детей в детском саду ну хочется конечно подвести итог этого всего вот я трех мастеров их посмотрел шестого дана немаленькими в общем-то дан лохотрон ли это я думаю нет я думаю они все знают для чего они пришли туда это какая-то такое занятие по договоренности иногда тебе просто нужен да и без всяких там заморочек то есть они встретились они по внимались они повалялись всем хорошо на все эти чувства это ведь как спорт как партия в теннис кто пришел ручки покрутить кто пришел поваляться может сыграем в теннис у меня чувствительные соски я не люблю грязные словечки а я боюсь щекотки и всем кажется создается впечатление у них у всех что они занимаются чем-то очень великим очень приобщаются чему-то прекрасному то есть ну такой вот говорю вот как вот я даже не знаю я чувствую какую-то да вот вот эту нить идею общего этого занятия но я не могу это сформулировать честно вам скажу сказать что люди встретились позаниматься любовью то есть трудно они действительно любят друг друга да то есть они занимаются техниками не ради техник а ради общения вот вот как то так это какой-то клуб по интересам я не знаю клуб по интересам совмещенные с совместными телесным контактом так скажем да всем нам ножки не хватает телесного контакта то есть к сожалению это прав но вот и люди иногда его замещают в таких занятиях то есть тогда когда вы можете похлопать кого-то там по спине да потрогать за руку дружелюбно и так далее не является приставанием да это является как бы тактильными ощущениями телесным контактом между людьми поскольку я уже много раз говорю что люди социальные существа и здесь видно что они пришли именно за этим вот зовут этим вот телесным контактом больше чем за техниками все все техники некоторые делают техники действительно пытаются рвать но поскольку им не показывают как они работают нормально но у них все это дело получается именно рвать там есть такой такой человек там где-то он правил проделывает техники более менее похожие на реальные нормальные техники айкидзюз айкидо так что вот так я думаю что это вот какой-то конкретный клуб по интересам и неверно будет интерпретировать действия этих людей как что-то связанное с вообще даже с кида вот то что мы смотрели предыдущем видео вот она просто даже рядом не стояла вот 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 этим вот этими вот действиями хотя я допускаю что и эти все действительно родственные организации да ну просто уровень человека там движение конкретика вытягивание как он держит руки как он держит спину не потому что он японец а потому что он делает правильно но это еще не конец нашего марафона смотрите следующее видео а а а а а а а а